Неонатальный скрининг, или как его называют в России, скрининг «Пяточка» проводится с 2009 года. Раньше он включал в себя обследование на выявление пяти врожденных наследственных заболеваний. С этого года в него добавили еще 31 пункт. Сюда входят и болезни обмена веществ, и спинально-мышечная атрофия, ну и плюс те пять, которые входили ранее. Это фенилкетонурия, врожденный гипотириоз, муковистидоз, галактозырия и так далее. Сам по себе скрининг для малыша – безопасная процедура. Кровь на исследование берут из пяточки у доношенных детей в первые сутки после родов, у недоношенных – на седьмые сутки. Проводят его в рамках полиса ОМС. Никаких ограничений нет, неонатологи допускают всех новорожденных. Сделать скрининг важно, так как в большинстве случаев он позволит начать лечение до появления первых признаков заболевания и спасти миллионы жизней. Такое заболевание, как болезнь кленового сиропа, звучит очень красиво, заключается в нарушении метаболизма трех аминокислот, и у деток проявляется судорогами, неукротимой рвотой, комой, и достаточно ранними фатальными изменениями в организме, которые приводят к смерти новорожденного. И ранний скрининг неонатальный позволит таким деткам просто исключить из рациона белки, заменить на лечебные смеси, и качество жизни деток у нас улучшается. Спинально-мышечная атрофия – очень редкое, но достаточно коварное заболевание. И данный скрининг также позволяет на ранних стадиях до появления симптома назначить лечение, когда сохраняется… Понятно, что мы наследственные, такие серьезные заболевания, обмена веществ или изменения на уровне нейронов, мотонейронов, мы не можем, конечно, излечить. Ранее начатое лечение, исключение диеты, исключение белковой пищи, помогает деткам улучшить качество жизни, мы продлеваем жизнью. Это обследование проводят федеральные центры. Собранные анализы из Сарова отправляют в медико-генетический кабинет Нижнего Новгорода, а затем при необходимости в Москву. Результаты приходят в детскую поликлинику в течение двух недель. Чаще в нашем городе, да, детки с фенилкетонуреей, врожденная дисфункция коры надпочечников и муковосцидоз. Ну, может, таких вот более серьезных у нас еще пока не встречалось. Все, что добавлено, это как раз, они очень редко встречаются, эти заболевания. И, конечно, на уровне страны, да, это кажется. Но если мы смотрим на уровни одной семьи ребенка, да, это трагедия, и как раз выбраны и взяты в скрининг все самовстречающиеся заболевания. Помимо неонатального скрининга, есть еще и скрининги во время беременности. Первый делается в первом триместре. Ультразвуковое обследование сочетается с биохимическим. Это скрининги на хромосомные заболевания, такие как болезнь Дауна, да, трисоми, трисоми по 21 хромосоми. То есть это хромосомные заболевания. Второй скрининг и третий скрининг в группах высокого риска, они направлены на выявление поздних пороков развития плода, да, именно пороков развития пороки сердца, пороки центральной нервной системы, головной мозг, да, желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы. Если есть тяжелые пороки развития плода или малышу что-то угрожает, будущую маму направляют в региональные перинатальные центры. Но и в нашем роддоме специалисты готовы оказать всю необходимую помощь. Недавно здесь появилась новая реанимационная система для новорожденных, которая позволяет проводить в родзале все необходимые мероприятия, например, фототерапию в первые часы жизни.